Проститься с Виктором Ольховским пришли его близкие, друзья и коллеги. Его смерть стала для всех неожиданностью и большим ударом. Виктор Вениаминович вел здоровый образ жизни и активно занимался спортом. Смерть наступила от оторвавшегося тромба ночью 10 декабря. Виктору Ольховскому было всего 45 лет. Город понес невосполнимую потерю, перестал биться в сердце замечательного человека. Какой бы пост, какую должность Виктор ни занимал, его всегда отличали. Такие качества, как дружелюбие, уважительное отношение к людям, обязательность, забота о людях, внимание к тем людям, с кем сводила его судьба. Нам очень тяжело расставаться с ним, и мы будем вечно помнить его. Это добрейший души человек, это человек, который всегда переживал за то, что ему поручили, за те моменты жизни, которые мы прошли, я могу сказать, только хорошие. Виктор – это колоссальная потеря для всех, в первую очередь для всего самарского спорта. Он готовил наш город к чемпионату мира по футболу, он строил планы, и этим планам обязательно нужно сбыться. Я очень хочу, чтобы светлая память о Викторе Вениаминовиче жила в нашем городе еще много-много лет. Виктор Ольховский возглавлял Самарскую областную федерацию лыжных гонок. С 2014 года руководил департаментом физической культуры и спорта администрации Самары. Сотрудники департамента отзываются о Викторе Вениаминовиче как о справедливом, лояльном руководителе. Друзья запомнили его жизнерадостным, внимательным и отзывчивым человеком. Очень много Виктор Ольховский сделал для развития спорта в Самаре и для подготовки родного города к чемпионату мира по футболу. Было еще много планов, которые он не успел реализовать. Теперь его дело продолжат коллеги. Похоронен Виктор Ольховский на городском кладбище. Лариса Шалафаст, Станислав Левин. События.